Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как могут измениться правила выезда из Украины и правила мобилизации в Украине с 1 марта 2024 года. Что и как может на это повлиять? Итак, хочу начать с вопроса выезда мужчин из Украины во время военного положения. Почему? Потому что в каком-то смысле здесь есть у меня для вас позитивные новости. Что это за новости? Новость заключается в том, что по состоянию на сегодняшний день на 29 февраля 2024 года правила, а точнее говоря практика выезда мужчин из Украины вернулась по состоянию примерно на конец ноября. Почему я говорю за ноябрь? Да потому что тогда в конце ноября появился лист ДПСУ, в котором было указано, что тех людей, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья на основании приказа 402 не выпускать. Но в том смысле, что если у них в военном билете или во временном удостоверении написано, что они исключены на основании приказа 402, их не выпускать. А если есть запись, исключен на основании 3.6 статьи 37 закона про ВО и ВС, и тогда их выпускать. Вот на сегодняшний день мы уже четко видим неоднократные успешные пересечения. И на мой взгляд можно говорить о том, что сформировалась уже такая практика, что все-таки пропускают людей, исключенных с воинского учета, независимо от того, какая запись в военном билете. 402 приказ, либо статья 37 закона ОВО и ВС. Дальше у нас последние изменения были какие? Правильно, надо было предоставить отсрочку. Независимо от того, на каком основании ты выезжаешь, у нас под Новый год начали требовать отсрочку. На сегодняшний день надо констатировать следующий факт. Можно выехать без отсрочки. Люди выезжают без проблем, только за редким исключением. Вот где-то будет стоять все равно вредный пограничник, который будет требовать отсрочку. Но эти случаи это исключения, подтверждающие правила. Можно выехать без отсрочки. То есть если у вас инвалидность есть, либо вы сопровождаете человека с инвалидностью, либо какое-то еще у вас есть основание, которое предусмотрено правилами пересечения госграницы, и у вас при этом не оформлена отсрочка, не беда, можно ехать. Что касается будущего, что может измениться с 1 марта? Во-первых, правила пересечения не меняются. То есть здесь все остается, как и прежде. Изменится ли практика? Вопрос, от чего это будет зависеть? Будет зависеть от закона 10.449, от законопроекта 10.449. Примут его, не примут в марте, и что там будет написано, от этого и будет зависеть, соответственно, как изменятся правила. И мы прекрасно понимаем, что правила могут измениться еще до вступления закона в силу. Ну, мы видели, да, как, например, в конце декабря резко изменились правила. Хотя законодательство не менялось, а правила изменились. Да, вот эти вопросы с отсрочкой. Благо откатили, что называется, назад. Теперь перейдем к вопросу мобилизации. Здесь, конечно, у нас все похуже. Почему похуже? Потому что никаких изменений на конец февраля, но практически никаких нет. В каком плане? В плане соблюдения прав граждан при мобилизации. Помните, было выступление Зеленского, в котором он сказал, что, мол, военные не должны находиться на улице. Имея в виду, что ТЦК и ИСП не должны ходить по улицам там и задерживать людей, применять силу и так далее. И это сказал, подчеркиваю, верховный главнокомандующий, он сказал, что нечего им делать. Но вот что интересно, главнокомандующий сказал, а ничего не изменилось. ТЦК и ИСП как ходили по улице, как раздавали повестки, так и продолжают это делать. И у меня тут, конечно, есть разумный вопрос. А что же такое происходит вообще, что не выполняется, по сути, устное распоряжение верховного главнокомандующего? Но это ставим на их совести и поговорим о другом, о более, скажем, приземленных вещах. Оформление отсрочки по абзацу 10 статьи 23 Закона Украины о мобилизации. Этот абзац предполагает отсрочку для тех, кто ухаживает за родителями, кто осуществляет уход за родителями. И вот здесь что было, какая была практика. Мы очень много отсрочек получили на основании того, что у человека было два документа. Высновок ЛКК о том, что один из родителей нуждается в уходе. Это свидетельство о рождении человека, военнообязанного, да, ну, как подтверждение того, что это его отец, да, либо это его мать. И, соответственно, ну, понятно, паспорт код отца, паспорт код свой, и все, и ты мог получить отсрочку. Да, бывало, что там начинали качать, что, мол, у тебя нет документов, которые подтверждают, что ты ухаживаешь, но в целом отсрочку чаще давали, чем нет. И особенно там играло значение совместная прописка, тогда вообще вопросов не возникало. Ну, вот что интересно, за последние где-то 2-3 недели мы получили массу отказов. Почему я говорю, что мы получили? Потому что люди вот ко мне обращаются, да, и я от их имени пишу эти заявления на отсрочку, да, формирую пакет документов, отправляю, отправляю адвокатский запрос, и мне в ответ на адвокатский запрос теперь приходят такие слова, что, мол, а не подтверждено, что вы осуществляете уход. И вот этот ответ, он приходит из разных областей Украины, и он как под копирку, что, мол, вы не подтвердили, что человек осуществляет уход. Для того, чтобы подтвердить это, дайте нам хотя бы акт обстаживания житловых умов. Ну, это тот акт, который составляется, когда человек обращается в управление соцзащиты с целью получить компенсацию, компенсацию, да, и выдача этого акта на самом деле не предполагается человеку. То есть этот акт больше как составляется для управления соцзащиты. Хотя они по факту выдают его. И вот как под копирку из разных областей Украины приходит один и тот же ответ, что дайте хотя бы акт, подтвердите, что вы осуществляете уход. А это для меня что значит? Что, скорее всего, пришла какая-то разнарядка, и пришло указание, что не давать отсрочку просто при наличии заключения ЛКК о том, что один из родителей нуждается в уходе. Хотя, что интересно, вот, да, мы же когда выезжаем из Украины, правила пересечения в этом случае что говорят? Что ты должен предъявить заключение ЛКК и свидетельство о рождении. Все, больше ничего не надо. Но, опять же, напомню, это мы говорим о выезде с родителями. И вот такая интересная ситуация складывается, что отсрочку ты получить не можешь, а выехать на этом основании можешь с этими документами. И здесь, возвращаясь к предыдущему вопросу, как могут поменяться правила выезда. Вот у меня есть подозрение, что они могут поменяться как раз в этой части, что будут теперь требовать при выезде с родителями, которые нуждаются в уходе, не только заключение ЛКК и свидетельство о рождении, но еще, возможно, и акт. Но это мое предположение, основанное лишь на тех ответах, которые мы получаем из ТЦК. А я напомню, ТЦК все-таки не влияет на вопрос выезда из Украины. И, конечно, что главное может изменить правила мобилизации в марте 2024 года, это принятие законопроекта 10.449 и законопроекта 10.379. Один устанавливает правила, другой устанавливает ответственность за неявку по повестке, ну и в целом за несоблюдение этих правил. Что по законопроекту 10.449? Думаю, все уже знают, что там подано более 4 тысяч правок. Сейчас комитет обрабатывает это. К счастью, мы уже вынуждены констатировать, что они не пошли по сокращенному пути, да. То есть сроки полные соблюдаются. И в этих сроках, напомню, голосование может быть, когда по истечению 10 дней после предоставления текста законопроекта ко второму чтению депутатам. То есть сначала дают депутатам, потом у депутатов 10 дней на ознакомление, потом выносятся на голосование. А соответственно, если мы говорим, что сегодня 29 февраля, то голосование может быть не ранее 10 марта. И даже 11, пожалуй. При этом хочу отметить, что пока комитет даже не обещает в ближайшие дни дать текст законопроекта ко второму чтению. Пока они обрабатывают, идут дискуссии. И что там хорошего, это то, что комитет не поддерживает идею узаканивания дополнительных ограничений на выезд мужчинам из Украины. Комитет не поддерживает электронные повестки. Комитет не поддерживает электронные кабинеты как обязанность человека. И соответственно, у нас есть надежда, что вот эти моменты плюс блокирование счетов, которые тоже комитет выразил свое такое отрицание этого момента, не поддерживает он это, что все-таки в конечном варианте этого законопроекта не будет вот этих наиболее таких чувствительных моментов. Соответственно, главным фактором мобилизации в марте будет принятие, либо не принятие этого законопроекта. Почему? Потому что нет других законопроектов, которые были бы уже там приняты, либо вступали в силу в марте месяце, которые бы изменяли закон о мобилизации, закон ОВО и ВС постанову 1487. Вот все эти документы никакой новой редакции с 1 марта не получат. А это значит, что главное наше внимание будет сосредоточено на законопроекте 10449. И именно от него будет зависеть, какой будет мобилизация в Украине в марте. Кто-то из вас может сказать, Олег, но там же написано, что он вступает через месяц в силу. Да, но мы же знаем прекрасно, что практика применения закона может опережать, к сожалению, опережать его действия во времени. И начнут применять те нормы, которые там есть, еще до того, как этот закон вступит в силу. Такие наши реалии, что вам говорить. Вы это сами прекрасно знаете. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставим лайк, подписываемся на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Его название вы сейчас видите вот здесь на экране. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.